Уважаемый Сергей Викторович, рад вас снова видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Хорошая традиция, уже много лет, когда мы вас принимаем. Также наш министр регулярно бывает у вас. Ваш визит приурочен к первой годовщине Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в Москве 22 февраля прошлого года и которая явилась очень важным и знаменательным шагом в деле развития отношений между нашими странами. По существу она отражает дух и характер наших отношений, наработанный позитивный ресурс наших отношений, а также определяет пути взаимодействия на предстоящей году. И, должен сказать, что прошлый год ознаменовался очень динамичным характером наших отношений. Было несколько встреч на уровне президентов, также вы посещали Азербайджан, ваш коллега посещал Россию, были взаимные визиты председателей правительств и председателей парламента в наших странах. Не считая уже визитов других официальных лиц, что говорит о том, что отношения полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов. И мы вступаем в нынешний год, я думаю, с хорошим заделами. То, что вы посещаете нас в начале года, также придаст особую динамику нашему взаимодействию и в этом году. Ну, сферы деятельности, которые нас объединяют, если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее, можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, но и это не остается вне нашего внимания. Поэтому и в традиционных сферах взаимодействия – политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество – и в сферах, которые мы должны подтянуть до уровня союзского взаимодействия, также рассчитываем на серьезные взаимные шаги. Также хотел бы с удовлетворением отметить, что восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран. И ярким свидетельством тому является то, что сегодня мне представили информацию в неделю 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков. То есть это, я думаю, рекордное достижение, говорящее о том, что граждане наших стран с большим удовольствием посещают друг друга. Конечно, сегодня мы также поговорим и о вопросах, связанных с региональной безопасностью. Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва. Прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Хотел бы выразить благодарность российскому правительству и вам лично за активное участие в этом процессе. И думаю, что Россия, как наш друг, союзник и сосед, имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении, были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран, что было подтверждено принятыми документами в октябре прошлого года в Праге и в Сочи, является тем фундаментом, который и может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор. Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир. Ну, конечно, повестка дня наших отношений и сегодняшних наших переговоров не ограничивается теми направлениями, о которых я сказал, поэтому подробно пройдемся по повестке дня, уверен, что результаты визита, как всегда, будут позитивными. Еще раз добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Ихан Гидарович. Прежде всего, передаю самые теплые приветы, дружеские пожелания от президента Путина. Он лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия. И, как вы сказали, мы отмечаем в эти дни годовщину подписания соответствующей декларации в ходе вашего визита в Российскую Федерацию в прошлом году. И, безусловно, эта декларация зафиксировала достигнутый уровень взаимодействия и наметила пути его углубления, вывода на новый качественный уровень. И практическое сотрудничество, как вы и упомянули, действительно по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно. Это и ваши регулярные контакты с президентом Российской Федерации, контакты между председателем правительств двух стран, между министрами. Мы с моим коллегой, министром иностранным делом Азербайджана, Азербайджаном Азербайджаном Байрамовым, в постоянном контакте и в очном, и онлайн, как сейчас принято говорить. Ну и, безусловно, товарооборот тоже характеристика экономического нашего сотрудничества достигает рекордных уровней. И это не предел, поскольку, как вы и обсуждали с президентом Путиным, в разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный, и даже где-то глобальный характер. К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры. И это тоже показатель того, насколько перспективно взаимодействие в этом регионе с участием, с лидирующим участием России и Азербайджана. Конечно, мы заинтересованы в развитии культурных связей. У нас немало памятных дат. В прошлом году отмечали 30-летие дипломатических отношений. В этом году первая, но все-таки годовщина декларации о союзническом взаимодействии. И весной мы отмечаем столетие со дня рождения Игоря Ильича Алиева. У нас с азербайджанскими друзьями планируется целая серия мероприятий, которые, я убежден, лишний раз подчеркнут взаимную тябу наших граждан друг к другу, к истории. И к тем страницам этой нашей общей истории, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между нашими странами. Я согласен с вами абсолютно, что показатели возобновления поезда граждан, они лишний раз подчеркивают это обстоятельство. И стремление к гуманитарным связям, к образовательным связям. Мы очень ценим ваше личное внимание, внимание вашего правительства к поддержке русского языка, к созданию всех условий для того, чтобы желающие граждане Азербайджана пользовались возможностями и самим говорить, работать на русском языке. И предоставлять такую возможность своим детям. Ну и безусловно, как вы подчеркнули, уважаемый Франк Гидарович, региональная безопасность, она остается весьма актуальной темой и в наших отношениях, и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем. И многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией. И мы, как неоднократно говорил президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды, сотрудничать в интересах своих стран и народов. Я искренне вас благодарю за возможность быть принятым вами и убежден, что визит поможет продвинуться по тем направлениям, которые вы с президентом Путиным определили.